Всем привет! Сравнение смартфонов Apple iPhone 7 против Motorola One Fusion Plus. Motorola это версия на 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Теперь давайте перейдем к сравнению внешнего вида. Куад камера против одинарной камеры. На передней части 4,7 дюйма дисплей против 6,5 дюйма дисплей. Тут фронтальная камера, кнопка для управления сенсорная со встроенным сканером отпечатка пальцев. У Motorola сканер отпечатка пальцев на задней части. Тут кнопки включения. У Motorola также тут находится смарт-кнопка и кнопки игровки громкости. На этой грани тут кнопки игровки громкости, тут ничего. Сверху слот для двух нано-сим карточек или одной нано-сим карточки, микро-сд карточки для расширения памяти. И это фронтальная камера, которая выезжает из корпуса устройства. Окей, давайте разблокируем устройство. Так, дисплей IPS. Что там, что там. Но, конечно, сильно отличается разрешение. Тут HD+, разрешение. Тут Full HD+, разрешение. У iPhone 1334 на 720 точек. У Motorola 2340 на 1080 точек. Но плотность пикселей, кстати, у них примерно одинаковая. Тут в районе 320, тут где-то в районе 315 на Motorola. Открываем Geekbench 5, синтетический тест. iOS 13.6.1 против Android 10. Тут чистый Android. Процессор Qualcomm Snapdragon 730J. Восьмиядерный 6 плюс 2 против Apple 10 Fusion 2.3 GHz. Четырехъядерного 2 ГБ оперативки, 6 ГБ оперативки. Смотрим результаты тестов. И видим, что iPhone выигрывает однодельный тест, но проигрывает мультиядерный тест. Закрываем. Также смотрим на цифры в Antutu Benchmark. 269 тысяч. Тут. Сейчас подождем рекламу. Китайскую. 200. Ну, примерно то же самое. 223-269. Тоже небольшое преимущество в полном комплексном тесте у Motorola. В общем, синтетика говорит о том, что Motorola сильнее. Переходим в браузер. Посмотрим на скорость открытия страничек в интернете. Начнем с сайта Samsung. Ну, посмотрим на сайте Samsung. Samsung.com. Тут уже открыт Samsung. Так. Вот. И перейдем по вот этой вот ссылке одновременно. Смотрим, кто быстрее загрузит. Motorola быстрее явно. Возвращаем назад. Сюда. И снова Motorola явно быстрее. Тут был чуточку быстрее iPhone. Загрузил эту анимацию быстрее. И по этой ссылке еще перейдем. Motorola быстрее. Ну, в общем, явно быстрее работает в интернете Motorola. Так же, как и по синтетике нам показала. Перейдем в синтетический тест. Перейдем просто в игровой тест PUBG Mobile. Посмотрим, как работает тяжелая игрушка на устройствах. На какой графике. Ожидаем загрузки. iPhone загрузил игру быстрее. Вот. И графика тут максимум и высокая частота кадров. Не ожидаем, сейчас этот ролик пройдет. Ожидаем загрузки на Motorola. Графика на Motorola. Высокая-высокая. Больше поставить нельзя. В общем, видим, что на iPhone будет лучше по графике. Так же по частоте кадров. Игра, в принципе, что там, что там, работает отлично. Без тормозов, без лагов. Но вот чуточку за счет оптимизации игра быстрее грузится. И в целом, игра будет быстрее грузиться на iPhone. И чуть-чуть лучше работать будет на седьмом iPhone, чем на Motorola за счет оптимизации. Окей. Переходим к следующему тесту. Это камера-тест. На iPhone одинарная 12-мегапиксельная камера. У Motorola основная 64-мегапикселя камера. 8-5-2 мегапикселя квад-камера. И теперь покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств в сравнении. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxi Mobile. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока.